Телеканал КРТ представляет Вот сегодня, буквально несколько минут назад провозгласили приговор Петру Михальчевскому Кто такой Петр Михальчевский? Петр Михальчевский это заслуженный хирург, известный доктор, который спас не одну десятку, не десяток жизней, а может быть даже не одну сотню жизней И сегодня Днепровский суд ему вынес приговор в 10 лет тюрьмы за то, что несколько недель после аннексии Крыма Петр Михальчевский оказался или оставался министром здравоохранения Автономной Республики Крым Не знаю, успел ли он сообразить в те жесткие и непредсказуемые времена, что происходит, успел ли он понять Но тем не менее, по Женевской конвенции, которую подписала Украина, он должен был оставаться защищать или лечить людей Наверное, так он себе думал И по этой конвенции он, конечно же, не осудный, не подсудный Но тем не менее, Днепровский суд по статье «Государственная измену», то есть подрывная деятельность в пользу другого государства отдала ему сегодня 10 лет Что это означает подрывная деятельность? Ну, вероятно, судьи Днепровского суда подумали, что именно лечение людей это и была подрывная деятельность во вред Украине Это произошло сегодня За элементарные вещи, за кражу, условно говоря, альминиевого бидона у нас могут дать год тюрьмы Один человек убил другого человека, героя АТО, воина АТО, атошника бывшего Кузнецова на территории города Одессы И никак не могли вынести ему подозрения, дело никак не доходило до суда И вот оно дошло до суда Суть дела я не буду пересказывать, так как суть известна очень многим Но факт того, что факт остается фактом Человек погиб А в Украине судебная система работает так Что если человек погиб, даже если вы защищались То, скорее всего, в 90% случаев И даже если вы защищали свою жизнь Вам, вас осудят Если не по 115 статье умышленного убийства По 118 статье превышения меры самообороны К примеру, был такой случай Мужчина гулял в парке И на него напал другой мужчина Который был в состоянии алкогольного опьянения с ножом И нанес ему порез руки То есть он старался его убить По большому счету То есть с холодным оружием Тот упал, защищавшийся Достал камень, который лежал возле его ног И нанес ему единственный удар в голову И человека, который защищался И тем самым при защите убил нападавшего Все равно осудили по 118 статье Таких случаев Пусть дали ему условный срок Небольшой срок Но уголовное преследование было И он был осужден Таких случаев масса Но почему-то прецеденты Стерненко совершенно иной Он убил Следствие говорит То, что он догнал человека То есть он преднамеренно догонял Для того, чтобы нанести Нанести ему смертельные удары Но тем не менее Два года ему не выносили Никакого подозрения Почему-то судебная система На Сергея Стерненко сломалась Но Вся страна смотрит не только за этим А еще смотрит за тем Как у нас происходит карантин И У нас есть кодекс административных правонарушений В течение нескольких месяцев По этому кодексу были вынесены Десятки, если не сотни приговоров В виде штрафов По нарушению карантина Были там и реальные штрафы Были просто комедийные случаи Были и незаконные случаи Все вспомним Такого Давайте вспомним Такой случай Когда гидропарки Вот тут недалеко в Киеве Закрывали площадку И один из пловцов Один из спортсменов Как оказалось Фитнес-тренер По фамилии Бурьянов Решил переплыть речку Переплыть Днепр Это уже немаловажная заслуга И наконец пробраться на эту площадку Для того, чтобы там спокойно заниматься спортом Как он потом пояснял в суде Это ограничило его конституционные права на передвижение И он таки сделал Все видели, что его встречала целая когорта Взвод полиции Его провели, одели наручники Подержали в участке Потом отпустили Ну и конечно подали заявление в суд На штраф на 17 тысяч Чем закончилось это дело? 6 июля не так давно Это дело полностью развалилось Так как полиция На протяжении нескольких судебных заседаний Просто не являлась в суд Перед этим В тот протокол, который они составляли На телекамеры На десятки Взором десятков журналистов Они почему-то унесли Неимоверное количество грамматических ошибок В том числе и процессуальных ошибок И этот протокол По административным нарушениям Несколько раз возвращался в полицию Таким образом, дело славнозвистного Говорячи украинскую мову Бурьянова Местного ковид-диссидента Закончилось полным провалом И он не будет оштрафован в суде Так как прошло 3 месяца За которые суд и правоохранительная система Могут вынести штраф Под такому административному нарушению Но Бурьянов будет продолжать свое дело Он будет добиваться справедливости По всей видимости Он таки возможно добьется этой справедливости Он даже готов идти в Европейский суд По правам человека И напоследок Комедийный случай из практики Львовского суда Судья Лычакивского районного суда Города Львова Получив протокол от полиции О том, что несколько человек во время карантина Стояли и курили и общались Где были лавочки Настолько возмутился Что даже стал цитировать в судебном решении Целого австрийского императора Отказав в удовлетворении штрафа полиции Он написал, что это не факт Если есть лавочки, что это публичное место Это действительно не факт Если там установлены лавочки Так как утверждала полиция Но, как сказал судья Коронавирус временный А конституция вечна И я вам желаю того же Коронавирус временный А справедливость должна быть установлена До встречи С вами был Василий Муравицкий Субтитры сделал DimaTorzok